Льда на Волге уже почти нет. Остался только возле берега, да и то не везде. Запретить выходить на лед никто не может. Любителей зимней рыбалки приходится уговаривать. С листовками в очередной рейд по реке отправились сотрудники инспекции по маломерным судам. Проходит рейд у нас сегодня, профилактический. Хотели вам напомнить, что на Волге небезопасно. Последний раз. Последний раз. Анатолий Николаевич рыбачит каждую зиму. Говорит, закрыл уже 72-ю навигацию. Ни пешни, ни спасательных средств у пенсионера нет. За столько лет уже выучил, где можно ходить, а где нет. Сегодня у лунки с 6 утра. У лов 2 окунька. Как мой приятель говорит, тоже старый рыбак. Мы сюда ходим за волготерапией. Лечиться. Лечиться ходим. Поняли? Это наше главное лекарство. Большая часть рыбаков выходит на лед в выходные дни. Есть те, кто находит безопасное место, где толщина льда может выдержать человека. Но есть и те, кто рыбачит в нескольких метрах от открытой воды. Бдительность иногда теряется в поиске за рыбы. Нет, нет. Мы не такие. Не такие. Больные. С приходом тепла сообщения об утопающих специальные службы города поступают практически каждый день. С начала года спасатели вытащили из воды 25 человек. За последнюю неделю, зато в четверг-пятницу два человека было спасено. Одного человека мы вытаскивали из воды непосредственно. Одного человека проходил рыбак. Увидел, как тот провалился. У того оказалась веревка. Он ее бросил, спас, вытащил. Поводил с ним беседу. Спрашиваю, пойдете еще на лед не пойдете. Трясущимися губами сказал, да, завтра пойду. Люди фанатики. С начала этого года в Саратове уже погиб один рыбак. Еще трое провалились под лед в Балаковском районе в конце прошлой недели. Их до сих пор не нашли. Пока они считаются пропавшими без вести. Динара Дусалиева, Игорь Шишилин. Новости. Телебъектив.